Сейчас к нашему эфиру подключается обозреватель Бизнес-ФМ в Москве, Алексей Бадяшкин. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, где вы были, когда все началось и как вообще узнали о происходящем? Я вместе с своими коллегами в момент произошедшей трагедии находился в редакции. Соответственно, так же, как и остальные сотрудники нашей редакции, узнавал о поступающих новостях, о постоянно обновляющихся деталях, и впоследствии уже и мои коллеги, и затем я уже выезжали туда на место происшествия, на прямые включения, но это было уже ночью, это было уже после, понятное дело, свершившегося теракта. Вы сами были на месте возле Крокус-Сити-Холла, и когда вы приехали, что там происходило? В какой момент это было? Да, я был на месте возле Крокус-Сити-Холла, но тут важно понимать, что это было уже примерно чуть заполночь, то есть понятно, что это была уже активная фаза тушения этого пожара, там, естественно, было огромное количество спецтехники и машин скорой помощи, в том числе резервных автомобилей скорой помощи, которые там дежурили, огромное количество, понятное дело, полицейских автомобилей, и активно друг за другом, как я вчера как раз в прямом включении говорил, летали вертолеты, тушили этот пожар, и удалось в конечном счете его, ну, на тот момент, конечно, не потушить, но так более-менее локализовать. Конечно, вокруг было довольно много, в том числе на мосту, людей, причем как журналисты, так и просто людей, которые смотрели на, ну, соответственно, на место трагедии, на происходящее, и, конечно, реакция у многих была очень встревоженная, ну, всех, конечно, разная, но, безусловно, это было очень сильно эмоционально чувствовалось. А какая обстановка в редакции вчера, сегодня, вообще в вашем окружении, может быть? Ну, в редакции обстановка, что совершенно логично, может быть только одна, она очень напряженная, потому что действительно очень-очень горячая фаза обработки информации, очень много поступающих деталей и сведений, которые все время обновляются, вот и вчера мои коллеги и сегодня, также активно находятся в таком вот постоянном, очень напряженном режиме работы, потому что действительно это такой, к сожалению, очень долгоиграющий сюжет, много разных деталей, которыми сейчас обрастает эта трагедия, и понятно, что информация, она постоянно может меняться, уточняться и так далее. Ну, обстановка в редакции рабочая, но очень напряженная. Обстановка у людей, если брать просто настроение людей на улице, настроение людей там, где я был, в частности, возле одного из донорских центров в Москве. В принципе, обстановка, наверное, достаточно, конечно, с одной стороны тревожная, с другой стороны, все люди осторожные, все понимают, что надо проявлять осторожность, бдительность, и, наверное, у каждого нужно спрашивать отдельно. Ну, меняются ли у людей планы, вот, ближайшие куда-то ехать, идти и так далее? Много ли правоохранителей на улицах? Стали ли чаще проверять, ну, при... когда люди проходят куда-то в какие-то большие заведения? В больших заведениях я, понятное дело, не был в этот момент и сегодня тоже. Но, конечно, есть контроль, есть работа, в данном случае, и сотрудников ДПС, и полиции, она проводится, но, в принципе, нет, не возникает ощущения, что она какая-то чрезмерная, она, видимо, ведется в обычном планном режиме. Конечно, есть осторожность, проверяют людей в метро, в местах скопления людей, но, в любом случае, это не вызывает такой, может быть, излишний ажиотаж, излишнюю нервозную установку. Алексей, а вы ездили в метро сами? Да, я ездил в метро, я ездил и в трамвае, в метро, и в другом общественном транспорте. В принципе, все, как обычно, вот, в большом счете, кроме некоторой, наверное, напряженности, которая отражается на лицах многих людей, осторожности, ничего другого, такого экстраординарного ни в метро, ни в других видах транспорта сейчас нет. На улицах, в принципе, тоже. Хорошо, спасибо большое у нас в эфире. На связи из Москвы был Алексей Бадяжкин, обозреватель «Бизнес-ФМ». Спасибо.